Делиться мыслями я буду со зрителями. В некотором смысле мои мысли были подтверждены бля-бля каром. Дело в том, что я использовал его как попутчика, заработать там бессмысленно. Но даже в этом каре у меня человеки сидели, они паялись на полупопии. И мысли мои подтвердились. Итак, где мы? Мы в одном из любимейших городов, это Верхний Уральск. Много чего меня связывает. Первый бизнес от 1986 года. Лучший отечественный музыкальный центр. Ца-ца изумительно. И очень много шмоток. Тогда еще были Орсы и никакой аренды. Все нормально? Про аренду вы слышали? Вот по ней-то мы сейчас пройдемся. Аренда. Как много в этом звуке кошмара русского сплелось и оборвалось. Уж поверьте, если одноэтажная Америка рулит, то через 15 лет это вернется и в Россию. А пока на меня смотрят граждане не Магнитогорска, я втираю следующее. Из 2,5 тысяч человек ИП сейчас осталось 50-100. Это про рекламу. Эти бизнесмены и бузини-суманы, скуля и ноя, также продолжают кататься и неоднократно за рубеж. А вдуваемся мы с вами. Потому что аренда и мега-отвалы вписаны в наши товары. Не втираете? Втираю. Оптовая закупка мяса по цене от 120 рублей за тушу свинины. И когда скулящий на новом автомобиле чудик ноет про все это, то в принципе понятно, кто работает. Вы. Из этой темы вывалилась Америка. Зачем? 30-50 километров и другое чудо. Огромные молы с мизерной по городским ценникам удовольствия. Почему мизерной? Потому что нет такой коррупции. Ну есть меньше, но в разы. Именно поэтому раз в неделю все едут в пригород. Уж там за онную сумму товара вы берете в 2 или в 3 раза больше. Но вы можете брать на развес 500-рублевую говядину за килограмм. Или за 250 тысяч рублей огромную вырезку. Ваше право. И это про все. Про все. С чего вода обыкновенная стоит 50 рублей? Это просто вода. Клево. А то. Мало того, зачем вы тратите деньги, когда есть автобус? Интересная мысля приходит опосля. Мы едем отдыхать. В Магнитогорск? Нет, на сплавку. Ну просто ездить удобно, когда за Магнитогорском можно добраться спокойненько. Удобно. Удобно, хорошо, да? То есть автобус хорошо? Хорошо. Быстро и качественно? Да. На черном автобусе, да. Я вам хочу сказать, что я не местная. Не местная, но все равно ездить на автобусе. И на автобусе езжу, конечно. То есть абсолютных проблем не возникает, да? Нет, ничего. Когда получаете права, мне бы все-таки, конечно, хотелось, чтобы надо было целиком, полностью. И категория D, это же неплохо. Ну да. Нравится вам автобусы? Нравится. Нравится, да? То есть вопросы у него возникают, да? Сели спокойненько и доехали. Да. Только вот наш папик вот этот вот, который... Чуть-то больше, да? А, больше. Потому что сейчас в сентябре пойдут ученики, и нам не выгодно вот на этого... А, ну это мы будем решать эти вопросы, естественно. Я хочу, чтобы был бы нормальный западный автобус, допустим, если мы взяли бы китайский хороший автобус, было бы хорошо, да ведь? Да, не знаю. Ну сейчас едем домой, да? Домой едем. Но на автобусе? Да, на автобусе. И это нравится? А куда деваться? Машины-то нету. Машин нету, все равно автобус. Конечно. Наслажды частые, быстрые. И хорошо, и удобно. Что касаемо автобуса. Самолеты от города с населением более 500 тысяч человек. Это города, и не надо думать, что город кормит. Город высасывает и награждает раком. Жесть, а то. Мы здесь сидим, а двигаемся на природе. Но мы загажены работой. В селе все проще и спокойнее. Не въехали, а зря. Люди в пригородах и селах живут лучше, а перемещаются на автобусах. Естественно, вы работаете водителем. Сколько лет стажа вы работаете водителем? Так, ну где-то, где-то уже больше 20. Больше 20 лет. То бишь, у вас постоянно настоящий нормальный ровный доход, правильно? Практически. То бишь, я объясняю. У нас товарищи, у них бзики у всех, понимаешь? Все хотят становиться этими. Айтишники. Я говорю, айтишники, стоп. Что такое айтишники? Вы кушать будете, готовить? Что это вообще такое? Потому что мы говорим о других вещах. Вас же надо куда-то доставить. И мы говорим про то, что если человек сразу же получил категорию D, он имеет возможность нормально зарабатывать деньги. Логично? Ну, по сути, да. Но чтобы получить категорию D, предварительно хотя бы нужен первоначальный опыт. То есть сначала получается категория C. А вот. Потом вы идете учиться и получаете категорию D. Но категория D, это же больший интерес. Особенно, когда вас благодарят. Мне это больше всего нравится. Потому что я верю в Господа Бога нашего. Да ведь, правильно? Когда, да, благодарят тебя. Это очень приятно. И пока бля-бля-карчик стоит, мы едем в город Тружеников. В город с арендой. Рано или поздно все перевернется. Рано или поздно. Но зачем платить за аренду и за отвал безумные деньги? Я могу купить с дискаунтом в 20 тысяч рублей. Это я про ТВ говорю. Отдадим человеку 10 таких. И 5 получится. И жизнь у него наладится. Для самых непонятных, но умеющих работок. Картошка, гуси, тыквы, мясо. Это все дешевле и вкуснее. Это есть везде. Если будут машины с ценой в 50 или 200 тысяч рублей, вы поймете. И это будет. И если честно, нету слова про айтишников. Мы обыкновенные человеки, умеющие думать и работать, и ездить на автобусах. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова